Ребенок стал заложником лифта. Почти полтора часа 10-летней девочке пришлось просидеть в заперти на Королево 69 дробь 1. Все это время родители звонили во все службы, но лифтеров так и не дождались. Сейчас с нами на связи мама пострадавшей девочки. Злата, что же произошло и с какой попытки вам удалось освободить ребенка? Добрый день. Сегодня моя дочь застряла в лифте в 11.40. В дальнейшем мы позвонили диспетчеру Жека Черноморский. В свою очередь диспетчер перезвонил в аварийную службу трижды, на что диспетчер аварийной службы Южного района Одесса Лифт ответил. В порядке очереди, в зависимости от того, что был предупрежден о том, что в лифте находится ребенок. Злата, ну а сейчас уже как ситуация решилась? Уже вы достали вашего ребенка? Да, ребенок из лифта был освобожден через час. Я связывалась с департаментом коммунального хозяйства города. На что меня проинформировали, что до тех пор, пока аварийная служба не объедет по плановые адреса, где произошли застревания, отключения света, никто, ребенка из лифта не будет, ну то есть как бы это не приоритетный вопрос там. Ну ребенок, ребенок подождет, паническая атака, неважно, что происходит. Диспетчер службы Одесса Лифт Южный Хамский мне ответил по телефону, что ребенок до 12 лет не имеет права в лифте проезжать без сопровождения взрослых, это в первую очередь. А во второе, что экстренное освобождение происходит в течение часа. Поэтому какие-то не вопросы и я бросила трубку. Все. Спасибо большое, Злата. Мы обязательно будем внимательно следить за этой ситуацией. Думаю, что наши корреспонденты поинтересуются о том, почему же так произошло, почему диспетчеры так цинично относятся к ситуации, в которой пострадал ребенок. Напомню, что это была одесситка Злата, дочь которой застряла в лифте и почти два часа просидела в лифте взаперти.